Всем привет! В эфире Универ Ньюз в студии Арины Михайлова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ победил в конкурсе на создание Международного научного центра по нефтедобыче. Фарид Мухамедшин посетил университетскую школу КФУ. В Казани состоялся первая часть вальдоновского движения «Пульсация». Казанский федеральный университет выиграл конкурс на создание Мирового научного центра по нефтедобыче. В проект вложат порядка 4 миллиардов рублей. Подробнее смотри далее. В конкурсе на создание научного центра мирового уровня участвовали 60 вузов со всей России. Для его появления создан консорцию. Кроме КФУ в него вошли Уфимский ГНТУ, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина и Сколковский институт науки и технологий. Важно, что Казанский федеральный университет стал в консорциуме головным. В рамках национального проекта наука запланировано создание нескольких типов научных центров мирового уровня. Во-первых, это математические центры, геномные центры и центры по семи научным направлениям, которые вошли в стратегию научно-технологического развития Российской Федерации на ближайшие годы. Вот одно из направлений связано с энергетикой, с углеводородами, с созданием новых материалов на этой основе. Определяющими критериями конкурсного отбора стали наличие опыта проведения исследований по направлениям деятельности центра, программа научных исследований, кадровый потенциал, а также научная инфраструктура. Кроме того, учитывались инновационная база, интегрированность университета в международную научную деятельность, количество публикаций, их актуальность и перспективы их дальнейшего использования. Меньше чем за 10 лет мы стали лидерами в нашей стране в этом направлении. Это очень приятно, почетно и, что очень важно, это открывает новые возможности, в том числе и финансовые, новые механизмы для привлечения в этот консорциум других коллег из других университетов, научных центров, не только из России, но и мира. Проректор отметил основные задачи, которые стоят перед участвующими в создании центра вузами. Создание инновационных и эффективных методов поиска, разведка нефти и газа на территории Сибири, в том числе с использованием сквозных технологий, с помощью искусственного интеллекта, обработки больших данных, а также разработка месторождений нефти и газа. Не менее важным является и социальный аспект – привлечение и воспитание талантливой молодежи из России и из-за рубежа. Камиль Гемоздинов, Диана Желенкова, Фарид Захитуглы, Универньюз. 14 августа состоялась первая презентация университетской школы Казанского федерального университета в Елабыге. Учебное заведение посетил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, который высоко оценил деятельность КФУ. 26 августа школу посетил депутат Государственной думы Российской Федерации Ильдар Гельмудинов. А 28 августа двери школы открылись еще для одного почетного гостя. Все подробности смотри далее. 28 августа университетскую школу, открывшуюся при Елабужском институте Казанского федерального университета, посетил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин. Его сопровождал руководитель Елабужского района Рустам Нуреев. Обновленное учебное заведение почетным гостям представил заместитель директора Елабужского института КФУ по общему образованию, директор школы Камил Гореев. Фарид Мухамедшин акцентировал внимание на вопросе реализации национального образования. Самое главное, там идейное содержание есть и понимание есть, как вести эту педагогическую деятельность, понимаете? Елабуга в активе. Это старинный город, музейный город, где хранятся великие ценности наших предков. И как этот старинный город, обновляясь, сохраняет свои лучшие традиции, заложенные предыдущими поколениями. Вот этот дух Елабуги, он есть, сохраняется, я бы даже сказал, приумножается. 1 сентября школа примет 465 учеников, среди них 56 первоклассников. Диана Желинкова, Айдар Нурмеев, Универньюс. 31 августа очень важен для казанской медицины. Празднуется день рождения основателя Казанской городской больницы. Подробнее расскажем в следующем сюжете. 31 августа отмечается 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Чугунова. Это имя знают все сотрудники медицины в Казани. Особое значение оно имеет и для сотрудников университетской клиники КФУ. 43 года он посвятил тому, чтобы сейчас больница работала и могла оказать помощь всем, кто в ней нуждается. В 46-м году Николай Иванович задумался о том, чтобы создать в Казани новую больницу, говори там новую. И, в общем-то, начиная с 47-го года, с 25 коек на базе третьей городской больницы, наша больница стала развиваться, превратилась в то, что мы сейчас видим, то, что сейчас видят люди. Человек с большой буквы. Он сумел пройти войну, встретить там же любовь и основать больницу в Казани. Николай Иванович обладал настолько фантастической памятью, что помнил все номера телефонов и диагнозы своих пациентов. Заботился он и о том, чтобы была оснащена клиника. Времена, конечно, были другие. 80-е годы это совсем не то, что сейчас. Но в нашей больнице впервые появился аппарат, только звукового исследования еще нигде не было. Со следующего года будет проходить конференция по хирургии в честь памяти Николая Ивановича. Для всех сотрудников медицины важно знать и помнить это имя. Кристина Нандершина, Ленардо Велитьяров, Универньюз. 29 августа в Казани состоялся фестиваль «Пульсация». Мероприятие было направлено на популяризацию донорства костного мозга. Фестиваль организован совместно с Приволжским регистром доноров костного мозга и РУСФОНДом. Казанский федеральный университет стал одним из партнеров. Подробности смотри далее. 29 августа здесь, на Кремлевской набережной города Казани, состоялся первый фестиваль донорского движения «Пульсация». Цель мероприятия – объяснить казанцам и гостям столицы важность донорства костного мозга. «Протяни руку» – слоган проекта, который дает возможность почувствовать каждому из гостей фестиваля свою важность в жизни города. Фестиваль проходит совместно с Приволжским регистром доноров костного мозга и РУСФОНДом, который сотрудничает с Казанским федеральным университетом уже несколько лет. Лекцию «Спаси жизнь! Стань донором костного мозга» прочитала координатор донорских акций Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова от РУСФОНД Людмила Геранина. Во время лекции выступила и Аниса Николаева, мама пятилетней Саши, которая благодаря пересадке костного мозга получила возможность жить. У нее редкое генетическое заболевание. Два с половиной года назад ей провели трансплантацию костного мозга в Израиле. У нас прекратилось отмирание нервной системы. То есть регресс остановился, и теперь мы работаем над тем, чтобы восстановить способность ходить, способность бегать, способность жить полной жизнью. Вот такие важные изменения, что мы живем. Стать донором не страшно. Стать донором – это значит дать кому-то шанс на жизнь. И у каждого из нас, как правило, есть близнец, кому наша кровь может подарить такое счастье. Гости фестиваля также узнали и об истории Артура Сидикова, который прошел сложный путь. После курса химиотерапии ему срочно понадобилась пересадка костного мозга. Донорский мозг не прижился во время первой пересадки. И, к сожалению, пришлось срочно вызывать мою маму из города Казани, чтобы она приехала. И ее костный мозг мне пересадили во второй раз. Сделали вторую пересадку костного мозга. Слава Богу, за второго раза все получилось. Мы призываем всех вступить в российский регистр доноров костного мозга. Пополнив его, мы даем шанс каждому человеку, каждому, кто столкнулся с такой болезнью, вообще с болезнями крови, мы даем шанс на счастливую жизнь. Во время фестиваля каждый мог заполнить анкету добровольца и впоследствии стать донором. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Русфонда. Напомним, что благотворительный фонд Русфонд сотрудничает с Казанским федеральным университетом уже несколько лет. В 2016 году был зарегистрирован Приволжский регистр доноров костного мозга, учредителями которого стали Русфонд и КФУ. Типирование на совместимость доноров происходит в стенах Казанского федерального университета, в лаборатории, который тоже организовал совместно с Русфондом. Лаборатория находится на Волково, 18. Туда доставляется кровь потенциальных доноров костного мозга, проводится эйч-элиотипирование сотрудниками, научными сотрудниками Казанского федерального университета. И уже вот эти коды по совместимости с донорами передаются в регистры. Такое совместное сотрудничество привело к тому, что за очень короткое время, буквально за 2,5 года, регистр пополнился до 37 тысяч доноров. Ну и это очень большой шаг к спасению жизни людей, которые действительно имеют единственный шанс иногда при пересадке костного мозга. Диана Желемкова, Фаридзе Хитуглы, Универ Ньюс. У нашего телеканала появилось собственное приложение Универ ТВ. Вы можете скачать его в магазине приложений для Андроид и Эппл. Следи за нашими новостями и будь в курсе самых свежих событий теперь и через свой смартфон. А на этом у меня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok